Итак, ну, с чего хочу начать? С того, что всегда мне было интересно исследовать многопоточность в тетнете, разобраться, как это все работает. И я, собственно, начал это делать и наткнулся на интересные моменты, которые хотел бы с вами зашарить. Итак, мы рассмотрим таски, параллел класс, который позволяет параллельно выполнять, сравним все возможные вариации имплементации многопоточности и немножко заглянем в configure-weight, зачем он нужен и как он работает. Значит, началось все с того, что я начал писать просто тестовый application, который будет делать какие-то сложные вычисления. То есть это будет какая-то коллекция, размер которой мы задаем, и какое-то рандомное число будет возводиться в очень большую степень, чтобы эмулировать вычислительную мощность, чтобы поток не просто спал, чтобы он именно вычислял и занимал процессорное время вычисления. Вот. И каждый поток параллельно себе вычисляет, и main поток, в котором было запущено вычисление, просто ждет и потом собирает все результаты. Сначала я попробовал thread-pull и обычный thread. Это консоль-application на черном фоне, это AspNet-core-application. Ну, как и ожидалось, если мы из пула используем, он всегда берет из пула, main thread в это время спит, ну, то есть ждет, пока закончится вычисление. Если обычный thread, то thread всегда новый, то есть тут никаких сюрпризов. Дальше через TaskFactory мы можем создать long-running task, который гарантированно нам создаст новый thread. Этот thread будет с приоритетом normal. Приоритет мы не поменяем вручную. Если захотим поменять, то придется свой task-шедевер написать. Дальше обычный Task. Что меня здесь удивило, что в веб, когда мы делаем wait-all для тасков, вот запустили мы 4 таска, wait-all, и мы видим, что main – это помечен thread, в который пришел request, то есть thread, который запустил эти многопоточные вычисления. И он отработал. То есть ему перепало какие-то вычисления, чтобы было немного открытием, что он на самом деле не ждет, а вычисляет. Заглянули в мой source code, и тут видно, есть такой метод, называется try-inline. Task-inline – это когда thread, который ждет, он по своей природе такой же, как и worker. То есть он из пула, он с таким же приоритетом, то шедевер может прямо в эту thread отдать какой-то таск и выполнить его прямо там. То есть чтобы он не просто ждал, а пока ждал и что-то делал. Дальше есть link for all и parallel invoke. Они все задействовали, что в консоли. В консоли, кстати, инлайн не работает, потому что UI-thread, она не из пула, ну она с другой природы, грубо говоря. Поэтому в UI-thread ничего не инлайнится. В link for all parallel invoke, так же как в parallel for и for each, main thread был задействован. Сейчас рассмотрим, почему. Здесь все намного проще, здесь никакого инлайна, здесь просто в for all создается таск, и первый ранится синхронно. Так же как в инвоке, так же и в parallel for и for each. Есть так же, parallel for и for each принимает в себя parallel option, в которых вы можете задать максимальные дегри параллелизма. То есть сколько потоков вы сможете использовать, ну ваш цикл сможет распараллелить, допустим, на максимум 3-4 потока. Поскольку вы хотите, для этого есть parallel for replicating task. На нем построен for и for each invoke. И он также запускается синхронно. Суть этого parallel for replicating, что во время экзекьютинга он, грубо говоря, копирует себя и запускает свою копию в другом потоке. Ну, то есть, вы, допустим, вы стоите 4, он будет запуститься root task, который скопируется, запустится еще раз, и так получается 4 раза. Дальше for each, если вы работаете с массивом, либо со списком, под капотом вызовет for, который просто обернет лямбл, подходящий под for. Это будет то же самое, что вы используете с for, просто немного читабельный. Если другой какой-то innoverable, то будет уже работать другой worker, который, судя по комментарию, uns the goodness innoverable, а не просто обернет лямбл. Degree of parallelism. Для чего он нужен? Как я уже сказал, для того, чтобы мы могли из кода управлять, сколько максимум потоков сможет использовать наш код. По дефолту минус один, это значит, что нет никаких ориенчений, он будет копировать, создавать потоков, сколько ему за год рассудится. Вот этот replicating task, о котором я говорил. При создании его объекта в конструктор пробрасывается это значение. Это значение используется в методе should replicate, то есть во время того, как экзекьютится root task, он вызывает этот should replicate и проверяет. Может ли он его копировать или нет. То есть все, что этот should replicate делает, это уменьшает downcount и возвращает true. Если мы достигли лимита false, если минус один, то всегда true, как run wild. Сейчас я это покажу. Есть такое небольшое приложение. Здесь мы можем вызвать пару лимбок, 100 итераций, возвести в огромную степень и выставить, например, 3. Вот мы видим, что только 3 потока у нас отработало. Здесь мы можем быть хорошо. То есть это максимальное. Не факт, что отработает 3, но максимум будет 3, 2 или 2. Давайте форму попробуем. Здесь что меня удивило в форе. Если мы усложним вычисление, которое будет длиться дольше, то результат будет немножко неожидаемый. Мы указали, 2 потока, было использовано 5. Сейчас объясню, почему. Внутри параллельных циклов есть такой луп таймер, который следит за тем, что если какая-то часть ваших итераций добавляется дольше, чем 100 миллисекунд, ну то есть для каждой следующей трейды этот тайм-аут увеличится на 50, то что он делает? Если лимит исчерпан, он создает, добавляет в очередь еще один таск, который будет также параллельно обрабатывать следующую какую-то часть итерации. Что было немного неочевидно и непонятно, почему у меня было, допустим, использовано 2, но использовано еле 5. Притом вот тут видно, что сразу 2, по указанию моего МАКС-ПРВ, 2 потока стартанули одновременно, дальше вот они начали уже помогать. То есть предсказать, сколько параллельных циклов будет использовать потоков, ну, очень сложно. Дальше я запустил сравнение, то есть взял несколько методов, прогнал их каждый по много раз и взял среднее значение для каждого. То есть сколько в среднем будут выполняться разные имплементации. Ну, как вы видите, разница не особо большая, поэтому как-то делать вывод в пользу какого-то конкретного я бы не стал. Просто захотел сравнить, думал, может, бытует мнение, что если ThreadPool напрямую использовать, будет все намного быстрее, чем через таск. Ну, нет, нет. Почти все на одном уровне. Консоли. Это Aspnet Core обернутый в Docker под Windows. Здесь вот 4H без указания дегри параллельзма чуть-чуть быстрее отправляется, но он выжирает очень много потоков. Вот прям очень. Если это сложные операции, какие-то, которые там, вот, как мы узнали, дольше 100 миллисекунд, то выжирается потоков очень много. И Aspnet Core в Docker под Linux. Это кейс для маленькой коллекции и сложных вычислений. Есть также кейс для большой коллекции на простых вычислений. Здесь результат тоже. Почти все одинаково справляются, одинаково хорошо. Ну, какой вывод? Можете использовать любую, каковы вам нравятся методы. Треды, таски, параллел. Какой подходит вам. То есть все они показали довольно почти одинаковый хороший перформанс. Но стоит помнить о том, что параллельные циклы могут использовать больше потоков, чем вы бы ожидали. Иногда намного больше. Дальше. По ConfigureVate. Также я начал немножко разбираться по синхронных. ConfigureVate всегда был неинтересен. Всегда рекомендуют использовать False, когда вы пишете библиотеку, допустим, для того, чтобы у вас не было дедлоков. И вот есть какие-то из тех, что я слышал на личном опыте или читал, неправильное понимание, что такое ConfigureVate True или False. Некоторые считают, что ConfigureVate True всегда вернет вас в тот поток, из которого вызвали await method. Это не совсем так. Скажем, не для всех приложений это так. И что даже я слышал, что ConfigureVate False – это как fire and forget. То есть мы запустили какой-то синхронный метод, и он там себе дальше продолжит работу, не вернет ни результат, ни exception, не бросит ничего. То есть будет работать не как синхронный код, что тоже не так. На самом деле этот метод нужен для того, чтобы вы конфигурировали ожидание текущего треда, точнее не ожидание, чтобы код, который идет после синхронного вызова, продолжился в том же контексте, который был до этого вызова. Сейчас я расскажу, что такое синхронизация контекст, потому что именно он используется для сохранения контекста continue action, который выполняется после асинк метода. Синхронизация контекст со стороны десктоп-приложения служит для того, что у нас есть UI-тред, который обновляет наш интерфейс, только она имеет доступ к UI-контролу. Какой-то другой параллельный поток не имеет доступ, вы не сможете с какого-то другого потока обновить интерфейс. У вас выходит exception, потому что так за дизайном Microsoft, что только UI-тред владеет контролами, остальные не могут получить доступ. Для этого есть синхронизация контекст пост, который позволяет прокинуть делегат в этот UI-тред из другого, чтобы обновить UI. Такой подход используется в скопе веб-приложении. К HTTP контексту вы не получите, у вас не будет доступа к HTTP контексту из какого-то другого потока, кроме как из того, который принял реквизит. И точно так же делается. С ограниченщик контекст пост вы можете получить доступ к этому HTTP контексту. ConfigureVate, он принимает булевую переменную, которая нам говорит, что он продолжает нам в текущем контексте код или нет. Он по дефолту выставлен в true. А в true он выставлен, потому что, как заявлял Microsoft, асинхронный код у нас ничем не отличается от синхронного. То есть он читается так же, выполняется. Собственно, поэтому по дефолту он сохраняет контекст. Для того, чтобы когда вы выйдете из синхронного метода и будете продолжать выполнение кода, чтобы у вас не было вот этих эксепшенов, связанных с контекстом или с доступом к UI-контролам, то есть он должен вас вернуть в тот же контекст, с которого вы увидите, если он есть. И вот это в source коде, как мы видим, тоже контекст, пост и колбек. Сейчас покажу. Вот здесь такой метод, testContext. Видно код? Да. Вот в начале метода мы выставляем статус кода 200, вызываем какой-то асинхронный метод с конфигурой, который мы прокинем в этот контроллер, и потом пытаемся response статус поменять в 401. Вот мы сейчас прокидываем true, и мы должны получить 401, все как и планировали. Если мы контекст не будем сохранять, то мы получим exception, что у нас нет контекста, то есть мы не можем получить другой тред, который пошел асинхронно выполнить, он не имеет доступа. Далее про всем известный деблог, почему он возникает. Сейчас тоже покажу. Есть вот такой метод, который выполняет асинхронную операцию, либо синхронно, либо асинхронно. И, как мы знаем, деблог возникает, когда мы выполняем асинхронную операцию синхронно. Вот эта операция асинх, сейчас мы посмотрим. Она просто запускает тоже асинхронный таск, который возвращает какое-то случайное число. То есть сюда тоже мы прокидываем, продолжать ли нам в этом же контексте, либо нет. Выглядит это вот так. Вот мы выбираем конфигуровать true, не ждем, то есть выполняем асинхронную операцию. Все, вот у нас хорошо. Теперь мы убираем контекст, continue, capture, context, выставлен false и ждем результат. И так же все хорошо. Но если мы выберем, оставим здесь по дефолту true и будем ждать, то у нас возникнет деблог, из которого мы получим результат. У нас все, все, деблог. Возникает он. Вот почему. Мы вызываем сервис, он вызывает асинхронный таскран. В это время берется трейд, который начинает выполнять код асинхронного метода. И в это время в main thread мы говорим, что мы ждем результата. То есть этот поток занимается ожиданием. Когда здесь выполняется операция, он пытается continue action, который в return result, запостить через realization context в main. Это потому, что у нас по дефолту стоит, что мы сохраняем контекст в дополнение. Он пытается запостить этот код, и не получается, потому что main thread занят тем, что он ждет. И этот thread начинает ждать, пока main перестанет ждать. И все. Это возникает в любом случае. Как долго бы ваша операция не длилась, если вы вызовете асинхронный метод синхронно с выставлением continue, он капчет контекст в true, у вас будет неминуемый деблог. Как evade разруливает эту ситуацию? Так же самое все вызывается, но когда мы вызываем evade, этот поток не занят ожиданием. То есть он может принять какой-то код в себя. И он его принимает и выполняет. Как компьютер evade false разруливает? Мы также занимаем поток ожиданием, но поскольку нам не нужно продолжать captured context, нам не нужно постить код в этот поток. И мы можем его выполнить прямо вот здесь. Прямо вот в этом потоке. task обновится, закомплитывается и результат получен. У меня есть такой же пример на коре. false, wait for the zone. Если мы ставим в true, будет форзал. В коре она не дозвонится. Позже я расскажу почему. То есть здесь как вы не крутите, у вас длоков, у вас midcore приложения не будет. его не будет, потому что в коре нет синхронизации контекста. Поэтому все кодбеки, которые, все continue action не постятся в тред, и они выполняются прямо вот в том треде, где у вас был асинхронный вызов. Но в коре у вас может возникнуть ситуация, которая называется неявный параллелизм. Что это? Это когда нам нужно вызвать две асинхронные операции, допустим, одновременно. Мы их оборачиваем на sif-tasac и делаем provide в аналог. Ну, то есть просто, чтобы не эвейтить их два раза, мы решили вызовем как массив тасок и сделаем в аналог. В принципе, я его. Вот этот вот код, который выполняется после эвейта, то есть continue action, в .NET Core может выполниться параллельно. Но в фреймворке по дефолту он выполнится, он никогда не был выполнен параллельно, как раз из-за того, что синхронизированный контекст построен таким образом, что у вас callback будет поститься в request thread, и из-за того, что request thread один, то как бы вот этот continue action будет выполнен всегда друг за другом. Спасибо. Вот мы делаем, вот на первом request у нас произошла потеря, потому что мы вызвали два раза метод. Вот этот метод должен был два раза добавить какой-то результат. Вот сейчас у нас на третьем request произошла потеря. Тут что не выставляю, все время это будет происходить. Как раз в силу того, что отсутствует синхронизация контекста. В MVC, если вы сохраняете контекст, этого никогда не будет. То есть у нас сейчас бесконечно, все хорошо, всегда будет два списка. Но как только мы потеряем контекст, у нас и во фреймворке может возникнуть похожая ситуация. Вот, вот и реальный метод. Сейчас объясню, как это работает. В нет фреймворке, доход флоу до этого входа, мы вызываем первый метод и второй. То есть когда мы делаем данол, точнее, когда мы делаем вызов, и создают каждый себе по треду и выполняются. Дальше, когда они выполнили, то мы continue action, поскольку у нас по дефолту true, пытаемся продолжить в том же контексте. Что значит, что мы берем и постим в request thread этот код. Поскольку он один, то этот поток ждет, пока здесь освободится thread, и он может запостить свой код. И так у нас вызовется result add два раза, всегда. И всегда друг за другом, и никогда параллельно. В горе, поскольку нету контекста, он не пофиг, он прям вызывает. В каждом своем потоке они могут вызваться параллельно, у вас может произойти такая потеря результата. Вот, собственно, все, чем я хотел поделиться, рассказать. Есть вопросы? Пожалуйста. Вот мне есть такие питания. Вот, там есть класс, который называется HTTP-контекст-акцессор. И он инжектится в любой метод, в любой thread. И этот контекст, сам HTTP-контекст, тоже инжектен как синглтон. И через этот акцессор мы из любого треда, из любого места имеем этот контекст. Привіт, я маю питание. Чути меня? Так. Есть такие задачи, которые смотрят, когда поток отработал, запускал и другие. Это правда? Или это неправда? Потому что одни пишут, что так. количество ядер в своих. Ну, честно говоря, я бы отдавал это все на Task Scheduler, который, и на CLR, который сам это все заменеджит и будет запускать. То есть, пока, честно говоря, морочится с тем, чтобы проверять, что процессор свободен, и отдавать им какой-то поток, и для этого не имеется. У нас для этого есть система, для этого есть CineR, и Task Scheduler, который тоже прекрасно справляется с этим. То есть, там даже вот бывает такая ситуация, что, вот, например, Task Run, когда мы выставили 4 экшена, и у нас какое-то легкое вычисление, допустим. Вот, он может использовать на 4 экшена 3 потока. То есть, вот один поток смог обработать 2 экшена 3 потока. То есть, Shedler и вся остальная все прекрасно с этим справляются. Окей. Добрый, дякую. Еще есть вопросы? Привет. Я хотел спросить. Я там в Source Code где я увидел, что когда вызывается метод P-Link, там используется какой-то внутренний класс партии Shedler. Вот, в чем его суть и что он делает? там вроде в самом начале было. Вот этот? Блин, форо-оператор? По-моему, там чуть дальше был. Это, наверное, про фор и форо-оператор. Вот это, да? Партии. Да, да. Вот что он делает? Он, ну, я тут не приводил, там просто очень много кода, на самом деле, пришлось по-моему, Партии. Он запускает тоже, у него есть этот лук-таймер, он бьет коллекцию по каким-то по чанкам, то есть он называется, там есть такое понятие estimated chunk, то есть он банально берет коллекцию, бьет ее на количество ядер, которые у вас на системе. Это типа его estimated chunk. И дальше он запускает цикл по этому estimated chunk. если этот цикл идет, как мы вот тут останавливались на лук-таймере, дольше чем 100 миллисекунд, он берет, останавливает на, ну, то есть берет это состояние и создает еще один task и отдает в еще один поток. Вот примерно так это работает. Мы никогда не знаем сколько итераций выполнит какой поток это. Ага, то есть типа его суть в том, что он сначала бьет именно по тому количеству ядер, но если видишь, что он не справляется, тогда он уже делает доп-трет. для того, чтобы все процессить. Ну, как вы говорили, он не создает, они все из пулы первые. Ну, да, да. Вот, допустим, первый начал 35, потом 25, 25, 15. То есть это вообще никак не предпочитает. Окей, я понял. Спасибо большое. Если мне не изменять память, можно свой написать партишнер. Правильно? Думаю, да. Там, по-моему, идея, если нужно как-то к размеру кешлайна привязываться, если какие-то скоростные вычисления нужны, то можно свои писать, какие-то кастомную логику, чтобы более эффективно получается быстрее обрабатывать какие-то конкретные, ну, то есть одни чанки будут работать всегда эффективнее, чем другие, допустим, меньше или больше, и, соответственно, можно своих каких-то кастомных включая писать кастомные партишнеры. Да, партишнеры, по-моему, они паблик, если не точно не помню, она тут тоже пересмотрит, но вроде можно там написать свои прикольно, спасибо. Я зашар линки презентации на бит и зашар можете посмотреть по-четыре интересно. Может там потестить по-своему как-то захотите. Всем спасибо.